Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой этого выпуска. Трубы горят. Погасить этот огонь по-прежнему можно в забегаловках, обустроенных в жилых домах. Жизнь показывает недавний запретительный закон области. В этом направлении не работает. На кого руку поднял, вынесен приговор молодому папаше, избившему собственную четырехлетнюю дочь. Поработаем. Рязанское правительство и Роснефть подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, документ предусматривает реконструкция очистных сооружений нефтезавода. А теперь обо всем подробнее. Уже почти неделя, как в нашей области, вступил в силу местный закон о запрете работы рюмочных и всяческих наливаек в жилых домах и пристройках к ним. Он распространяется на алкогольные напитки любой крепости. Так что же, ушли или нет забегаловки с территории домов? Может, владельцы точек, как законопослушные предприниматели, перепрофилировали свои сверхдоходные дешево-сердитые распивочные на что-то безобидно благородное? Клубы юных моряков, например, или кружки хорового пения для ветеранов труда? Вот уж вряд ли засомневались мы всей редакцией и решили проверить, как складывается ситуация в противостоянии закона и выгоды на широкой алкогольной Ниве. Вот какой репортаж привез сегодня из поездки по Канищевским дворам Глеб Галушкин. В микрорайоне Канищева так называемые кафешки и мини-бары по-прежнему ждут своих посетителей. По словам местных жителей, как и раньше, клиенты уже с раннего утра штурмуют двери пятийных заведений. И зачастую двери этих распивочных выглядывают прямо на школьные дворы, детсады, либо спортплощадки. Вот, например, рядом с мини-кафе «Венера», что на улице Интернациональной, на расстоянии буквально 50 метров находятся сразу два детских сада. Само же пятийное заведение находится в пристройке пятиэтажки. Его посетители превратили территорию рядом с ней в общественный туалет. Жители окрестных домов категорически против работы распивочной. Не знаю, может быть, со временем когда-то и дойду у наших чиновников руки до них. Будем надеяться. Ну и как разрешили детский сад рядом? Они тут с утра 7 часов. Пора закрывать. Я бы, например, с удовольствием хотела, чтобы нам прикрыли этот кафе. Антирюмочный закон действует уже почти неделю, но контингент посетителей этих заведений мало чем внешне изменился. Это все те же люди, старательно избегающие объективы телекамеры. Широкую популярность в определенных кругах не теряют и еще два заведения. Кафе в пристройке жилого дома на улице Бирюзова 5 и бар в подвале многоэтажки на Станкозаводской 26. По идее, теперь рязанские полицейские должны проверить все эти вроде как безобидные заведения на предмет торговли алкоголем. Впрочем, борьба правоохранителям предстоит явно нелегкая. Кстати, пока еще в прессе не появлялась информация о закрытии хотя бы одной распивочной, не дающей покоя добропорядочным жителям спальных районов Рязани. По поводу нового областного закона рязанский народ как-то сомневается. И не характер у него такой унылый и скептический, просто недавние примеры перед глазами. Вот, например, запрещали игорные заведения. Так они до сих пор работают практически открыто, несмотря на то, что видеоотчеты о разгромных полицейских рейдах по нелегальным казино регулярно поступают в рязанскую прессу. Потом пошла борьба с пивом в ларьках. Тоже были рейды, но пиво, как мы все знаем, победило закон. Достаточно по ларькам пробежаться, хоть в центре города, хоть на окраинах. Теперь вот питейные заведения в жилых домах. Выйдет все это, печалится народ. Опять по-россейски закон есть, но и пробуксовка в наличии. Тем более, что на нелегальных поставках алкоголя подлинного и фальшивого делаются такие деньги, что в них любой закон захлебнется. А продают самопальный пойлок как раз в забегаловках. Это один из путей быстрой реализации и финансовой отдачи. А что касается морали, гибели нации, спаивания молодежи, то как не вспомнить здесь неувидаемый труд Карла Маркса. Капитал в знаменитую фразу. Обеспечьте капитал 10% в прибыли. И капитал согласен на всякое применение. При 20% он становится оживленным. При 50% положительно готов сломать себе голову. При 100% прибыли он попирает все человеческие законы. При 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти хотя бы под страхом виселицы. Разумеется, касается это как крупного, так и мелкого капитала. Кстати, очередную партию фальшивого алкоголя опять подняли рязанские полицейские, как говорится, на старом месте. Вот данные пресс-службы регионального ОМВД в изложении Оксаны Тебенихиной. Незаконная продажа алкоголя по-прежнему является актуальной проблемой в нашем регионе. Так, в минувшие выходные с сотрудниками полиции из незаконного оборота было выведено 8 тонн спиртосодержащей жидкости с одной только торговой точки. Этот ларек, который не один год пользовался популярностью у рязанских обывателей, располагается на проезде Шабулина. Проще говоря, на пятой базе. Около месяца назад из этой же палатки уже выволокли две тонны алкоголя. Хозяева сего салона пообещали, что больше так делать не будут. Как мы видим, слово они не сдержали, продолжив работу в выходные дни. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выпить, да что подешевле, у нас любители всегда найдутся. Как говорили в беседах без микрофона нашим корреспондентам завсегдаты рязанских забегалок, ноги уже не ходят от этого бойла, но пить-то надо. Вот вам и особенности логики национального пропойцы. А чем заканчивается пьянство, говорить не стоит. Народ звереет, мозг останавливается, и тут уж возможно все. В прошлом сентябре в селе Дядьково папаша жестоко избил 4-летнюю дочку. Избил, как выяснили потом следователи, за то, что малышка вылила в раковину бутылку папиного алкогольного бойла, потому что не хотела, чтобы уже изрядно пьяный родитель и дальше продолжал возлияние. За такую заботу о собственном здоровье от папки малышка получила перелом лучевой кости и многочисленные ушибы лица. Да что там, чуть не убил 22-летний отец маленькую дочурку. Суд вынес приговор сильному и смелому папаше, не побоявшемуся вступить в бой с 4-летним собственным ребенком. Рассказывает Олеся Харлина. Он прекрасно помнит, где и при каких обстоятельствах ребенок разлил спиртное, но как вела себя девочка и просила ли она прекратить издевательство, папаша не заметил. По его словам, умысла убить ребенка, а первоначально вменяемая статья была именно о покушении на убийство, не было. Но Алексей Политаев душил 4-летнюю девочку около 30 секунд, пока его не оттащила бабушка девочки. Детская шея, если я не знаю, какая, чего ей там сжимать. Ну и он сильный. Напомню, он таскал маленькую Вику, как котенка, выражаясь его словами, за шкирку в присутствии всего семейства. Медики обнаружили на теле девочки многочисленные ушибы, ссадины и даже перелом. Я был пьяный, у нее воды платье. Мне не понравилось, я ударил. Взял за шкирку, отвел к матери. И в присутствии своей матери он набросился на ребенка еще раз, бросил его опять же на кровать повторно. Следственным было установлено, что в этот момент он сломал малолетнему ребенку руку по неосторожности, то есть причинил тяжкий вред, согласно заключению эксперта. В семействе было двое малолетних детей. Главное оправдание супруги Алексея Политаева – она боялась за себя и за второго малыша. Но вместе с тем готовилась стать мамой в третий раз. Если бы не медики, возможно, и этот чудовищный случай остался незамеченным. Оказывается, двумя месяцами ранее папаша засунул девочке в рот часть светильника. Его раздражал детский плач. За нестандартные методы воспитания Политаев получил три года шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Сегодня в нашу редакцию опять поступили звонки от многотерпеливых жителей Дашково-Песочни. На этот раз сжаловался народ на отсутствие электричества и воды. Дескать, то от нефтезавода с его запашком лишения терпим, то света нет, то воду отберут. Ну, что касается воды и света, то, как говорится, разберемся. А вот запах, возможно, скоро отпадет, как острая проблема. Как известно, президент Роснефти Игорь Сечин и рязанский губернатор Олег Ковалев подписали соглашение о сотрудничестве корпораций регионального правительства в области реализации социальных, промышленных и финансовых программ. Роснефть, в частности, обязуется проводить реконструкцию биологических очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании. И это подтвердил на вчерашнем брифинге первый зампредседателя правительства Рязанской области Олег Булеков. То, что касается экологии, безусловно, реконструкция очистных сооружений позволит снизить, значительно снизить выхлопы, предельно допустимую концентрацию тех вредных веществ, которые на сегодняшний день есть. Если уж не совсем приведет к полной очистке или минимизирует, то, во всяком случае, минимизирует выброс вредных веществ в атмосферу и сведет его до минимума. В завершение программы информация о розыске. Рязанские следователи просят помочь отыскать пропавшую воспитанницу Солочинского интерната. В Московском международном следственном отделе проводится проверка по факту безвести пропавшей несовершеннолетней Тугушевой Ирины Сергеевны 9 ноября 1995 года рождения. Ранее проживавший и обучающийся в Солочинском детском доме расположен по адресу город Рязань, поселок Солочи, улица Владимирский, дом 100, который 3 сентября 2013 года около 17 часов 30 минут покинул территорию Солочинского детского дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На сегодня все. Хорошего вам вечера. И до встречи завтра, как всегда, в программе Телекомпании «Город». Время говорить. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин